Наша передача, она не только о вкусной и здоровой пище, она ещё о безубойной пище, так называемой. То есть о пище, для приготовления блюд, которых не надо было никого убивать и причинять зла ни одному живому существу. И мне кажется, что сейчас в мире это очень проблема важная, потому что мы с вами уже забыли, а может быть просто не задумываемся над тем, что вот то зло, которое мы причиняем нашим меньшим братьям, оно обязательно бумерангом возвращается к нам с вами в виде стихийных бедствий, землетрясений, каких-то заболеваний, эпидемий. И, Михаил Николаевич, вот мой первый вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к убийству? Вот к убийству вообще и к убийству животных, особенно вот даже ради пропитания? Ну, я сам мясо не ем. Я вообще считаю, что советская власть хорошее дело делала. Господь Бог от России ведь ещё не отвернулся. Он всё время не давал России возможности есть мясо. Они всегда стояли, но народ всегда толпился и жаждал мяса и колбасы. А Господь Бог всё время убирал грязную еду, он не разрешал. Он всё время повышал цены на алкоголь. То есть он всё время как бы давал знаки нашему народу. Защищал. Да, ну не ешьте вы это, ну вот вам возможность. Вот нет мяса в магазинах. Но народ добился того, что мяса теперь полно в магазинах. Я видел, как люди едят шашлык на Кавказе, и при этом женщины не могут видеть, как забивают барашка. Это парадокс, казалось бы. Это не парадокс. Человек протестует против этого, но только вот в этой ситуации. Пассивно как-то протестует. Да, когда он видит явное убийство, он не хочет быть агрессором. А когда неявное, то такое лицемерие это всё. Но если вы покажете в своей передаче бойню, как убивают животных, я думаю, любой, даже самый последний обыватель, увидит выход страшнейшей отрицательной энергии. Это как ядерный взрыв. Только ядерный взрыв мы можем заснять. А это мы вроде не чувствуем. Я считаю, что человек, который стремится к совершенствованию себя вообще, должен начинать с еды. Я бы сказал, конечно, не так. Я бы сказал, с философией. Но не каждому дано это. И сейчас нельзя же всех причислять к таким талантливым людям, которые с философией начнут и придут к неубий заповеди. Нет. А поэтому я думаю, с еды-то начать будет правильнее людям. Потому что, когда начинаешь есть здоровую еду, то очищается организм. Он очищается не в смысле даже кишечника и желудка, а в смысле на клеточном уровне, на уровне ДНК. А это рождает другую философию. Другое сознание. Другое сознание, другое чувство. То есть, видите, сходность ситуаций актёрских и жизненных. Кроме того, я уверен, что человек, объявшийся мясом, действительно у него вырабатываются ферменты на переработку мяса. Ферменты за счёт нервов, за счёт нервов агрессия, подсознание развивается. Он делает агрессивный поступок, рождает противодействие. Противодействие рождает отрицательную мысль. Засоряется информационное поле всей планеты. Поэтому, как ни странно, вот от таких простых вещей, как еда, нехорошая еда, до бойни, не бойни, в смысле мясокомбината, а до бойни просто человеческой. В общем, один шаг. Но не всё ещё потеряно. Мир и покой на земле в наших с вами руках. Из глубины веков к нам пришло знание о том, как правильно жить и питаться, чтобы избежать неоправданного насилия и разрушительных войн. Сейчас попробовали блюда, приготовленные по рецептам ведической кухни. Что вы можете о них сказать? Мне, знаете, что нравится? Что вот эта проблема, готовить здоровую еду и вкусную, всегда существовала у меня. То есть я не имею в виду, что вот я сам хотел готовить, но я всегда хотел найти сочетание вкусной и здоровой еды. И вот сегодня я первый раз увидел разнообразие блюд за этим столом. Вкусных и, ну, если, может, так, абсолютно ничего насветнет, ну, абсолютно здоровых. Можно всё-таки по отношению к этой еде сказать. Потому что я же узнал предварительно, из чего это всё состоит. Евгений Ваганович, а как вам эти блюда? Вот это единственный случай, когда я с радостью могу, значит, отведать эти замечательные блюда и знаю, что это в качестве рекомендации телезрителю может прозвучать. И я думаю, что в качестве полезного совета, который обязательно, обязательно отразится на его самосознание. Вы мне это объяснили, я с этим внутренне очень согласен. Вот вы сейчас попробуйте, а я скажу, из чего это сделано. Прежде всего здесь мука, да, заметили? Здесь картофель и специи, и больше ничего. И в масле это всё немножечко обжарено. А яиц нет? Нет, никаких. И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает всё равно. Я с вами согласна. Я популярна, чтобы люди понимали, что там яйца ещё не то подумают. Аборт курица сделала, всё. Вы же не будете есть эмбрион. То есть вы хотите сказать, что вот это вот всё... Я про простой говорю. Без философии. Нет, я не обиделся. Я наоборот с большим вниманием слушал и гордостью за тебя. Слушал, что ты там говоришь. Это долго готовить? Ну, конечно, очень быстро. Вот представьте, сколько времени вам понадобится для того, чтобы сделать элементарное тесто. Просто очень элементарное тесто. Не на дрожжах даже, не на чём. Просто это мука и вода. Ну, сколько вам времени потребуется, чтобы воду размешать с мукой? Нам, Сергеем Владимировичем, всю жизнь. Ну, нет, это так образно. Ну, в принципе, любой хозяйке это известно, как делать пирожки. Она прекрасно знает, что на приготовление такого пирожка уходит минимум времени. Просто минимум. Было бы желание. Вот это что у нас? Вот это что это такое? Это у нас прекрасная разновидность сабджи. Сабджи? Она заменяет что? Вот сейчас об этом скажет нам Лидия Николаевна, специалист по аюрведе. Ну, например, вот эта маленькая чашечка с овощным рагу, она у нас заменяет весь обед. Если человек, допустим, наестся мясо, он чувствует что? Он чувствует усталость. У него как бы отяжелели ткани тела. Он чувствует обязательно сонливость. У него снижается активность, работоспособность снижается. Ему хочется спать. То если человек ест чистую пищу, даже вот такое вот небольшое количество пищи, потому что здесь присутствуют сразу одновременно все шесть вкусов. Потому что в аюрведе учитывается при правильном питании одновременный приём сразу шести вкусов. Здесь есть и сладкий, и горький, и острый, и вяжущий, и солёный, и, допустим, кислый. Аюрведа ведь, она мудрая наука. Поэтому она и говорит о том, что вот именно вот такая чистая пища, она будет создавать нам и здоровые клетки, и здоровые ткани, и очищать наш мозг. Потому что эта пища продлевает срок жизни. То, что вы сейчас попробовали, вот по этой книге было приготовлено. Ведическое кулинарное искусство. Кстати, вы знакомы с этой книжкой? Нет, я не знаком. Я знаю, что она есть, но я просто... Так вот эта книга, она является ответом на все эти вопросы. Так это надо её распространять тогда, чтобы мы познакомились все. Дело в том, что моя жена, она на ночь читает в основном газеты. Смотрю, уже который день читает эту книгу. Это очень обнадёживает меня. Очень обнадёживает, потому что, может быть, она будет готовить эти блюда.